Программа «Удивительные факты» Подготовка начинается дома. Конечно, для этого нужно много чего перечитать, пересмотреть, передумать. Сложность сценария любого сценарной работы в том, чтобы самое важное найти. Потому что по каждой теме можно на несколько часов проводить программы. А здесь нужно самого важного коснуться и именно на этом сконцентрироваться. Всегда работает эффект айсберга 20 на 80, чтобы 20% информации сконцентрированной выдать. Нужно проработать материал, обдумать, обмыслить. И 100% только 20, как бы, ты выдаешь. Это нужно много времени, а у нас время ограниченное. Вот это самое сложное. Везет этот огромный материал, который мы в домашней работе подготовили его сжать, сделать доступным, понятным и, в общем-то, постараться ответить на многие вопросы. Сложность администрирования программы заключается в том, что все участники программы живут в разных городах. Я монтирую передачу «Удивительные факты» второй сезон. Это достаточно сложный процесс. Мы снимаем на пять камер. Она не монтируется изначально режиссером плита, поэтому я монтирую все у себя в монтажной программе в Киеве. Передача очень длинная, длится она практически час. И поэтому, чтобы упростить себе задачу, и чтобы не возникали разные дополнительные сложности, которые могут повлиять на выход этой передачи, то я здесь присутствую. В студию могут быть приглашены люди разных религиозных деноминаций. Все, кто желает принять участие в съемках, могут свободно прийти на записи программы. Я ожидаю очередной съемки как чего-то светлого, радостного. Хочу поблагодарить работников телеканала, сказать свое мнение. Телеканал, мало того, что он несет свет, так он еще и объединяет людей. И вот люди, которые здесь встречаются, они потом, их знакомство и общение не прекращается. На постановку декорации у нас тратится час, приблизно пів дня, день, в зависимости от того, какая попередняя программа стояла до цей программы. В связи с тем, что в съемках программы участвует очень большое количество людей, всегда есть место форс-мажора. Но в сердце всегда была уверенность в том, что Господь уже позаботился об этих форс-мажорах. Съемки всегда проходили успешно, несмотря ни на какие обстоятельства. Все спланировать невозможно. Живой диалог в студии всегда подразумевает импровизацию, то есть что-то новое, когда приходят какие-то мысли, какие-то идеи, какую-то жизнь. И вот самая сложность здесь не потеряться в каких-то нововведениях, а все-таки держать линию, при этом всем позволить какому-то разнообразию быть. Ну и сложность в том, что ты не зависишь от погоды, от обстоятельств. Погода хорошая или плохая погода, хорошее самочувствие или плохое самочувствие. Ведущий в кадре должен всегда выглядеть в теме и всегда должен быть в хорошем состоянии души и духа. В 1895 году вышла знаменитая книга Фридриха Ницше. Антихрист. Проклятие христианства. Давайте еще дублик сделаем. Начается как будто самая большая сложность, когда ты не до конца уверен, что то, что ты делаешь, именно этого хочет от тебя Бог. Как только мы чувствовали, что программа должна быть легкая, тема проговоренная, все хорошо. Когда мы надеялись на свой профессионализм, свои силы, обязательно программа просто была провальна. Поэтому все наши съемки всегда начинаются с молитвы. Все обсуждения, подготовка к дискуссиям начинаются с молитвы. Потому что только благодаря Богу понимаем, что программа состоялась. Общий знаменатель мы находим только благодаря тому, что мы друг друга уважаем, ценим. И в смирении, и в христианском понимаем, даже если ты считал, что это важно, но если другие участники передачи говорят, что важно другое, то самое главное отказаться от своего и работать на общий результат. И вот в результате вот этого обсуждения уже, я вам скажу честно, начинает появляться вот концепция, что ты уверен, что ты будешь говорить то, что нужно именно сейчас сказать. Благодаря этому сотрудничеству. На телеканале все-таки чувствуется духовность, когда люди работают то, что называется за идеей. Раньше я работал на светских каналах. У меня опыт работы режиссуры более 30 лет уже. Хочу сказать, что, конечно, и там и здесь работают профессионалы. Но насколько легче работать с людьми, у которых есть одна цель, которые мотивированы делать не просто хороший продукт, а ту программу, которая, возможно, сможет спасти многих людей. Я видел очень много удачных спикеров, людей, которые очень красиво говорят, очень уверенно держатся в кадре. Но Сергей Брисович Молчанов — это именно тот человек, который говорит то, что думает, и живет так, как говорит. Наверное, мое мировоззрение немного поменялось от общения с теми людьми, которые здесь работают. Но очень многие вопросы я стал смотреть по-другому. Я считаю, что это одна из лучших программ. Она очень познавательная, полезная для тех, кто хочет узнать больше о Священном Писании. Программа «Удивительные факты» создавалась не только для зрителей, но прежде всего благодаря зрителям было создана. Благодаря их участию, благодаря их письмам, их вопросам. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех зрителей. Пожелать вам чаще смотреть «Удивительные факты». Спасибо вам. Слава Богу. Снято. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok